Исламскому институту 30 В Карачаево-Черкесии прошла спартакеада, спорт, полиция, дети. Цель – законопослушное поведение и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаева-Черкесия. В Карачаево-Черкесии проходит Международная научно-практическая конференция, приуроченная 25-летию образования Координационного центра мусульман Северного Кавказа и 30-летию образования Карачаево-Черкесского исламского института. Мероприятие было организовано при поддержке Фонда исламской культуры, науки и образования, где приняли участие представители духовенства России, ученые-богослови из стран Европы, Сирии и Средней Азии. Алиханна Лепшоков подробнее. В Международную научно-практическую конференцию открылись чтения аятов из священного Корана. После для всех участников был представлен ролик о деятельности Карачаево-Черкесского исламского института имени имама Абуханифа. Собравшиеся увидели историю становления вуза и преобразования, которые произошли за последние несколько лет. От имени главы республики Рашида Темрезова всех поприветствовал первый заместитель председателя правительства Хазарчик Куев. Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать развитию духовности, а все выступления и предложения могут иметь прикладное значение для укрепления гражданского согласия и популяризации традиционного ислама в нашей стране, религии мира и добра. Проведение настоящей конференции в республике Карачаево-Черкесской республики является знаковым событием. После Хазарчик Куев наградил почетными грамотами главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова, муфтиев в республике СКФО и Адыгеи в рамках празднования 25-летия образования координационного центра «Мусульман Северного Кавказа». Это уникальная площадка, которая координирует и сплачивает представителей различных национальностей и религиозных конфессий. И хотелось бы пожелать участникам конференции плодотворной работы, отметил заместитель начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления внутренней политики администрации президента России Алмаз Файзулин. Конечно, очень рад возможности находиться здесь, на гостеприимой земле Карачаева-Черкесии, очень динамично, бурно развивающемся регионе, где придается очень важное значение выстраиванию государственно-конфессиональных отношений. И, конечно, это приносит свои плоды. Также всех участников поприветствовал председатель координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Исмаил Хаджибердиев. Он поздравил Карачаево-Черкесский исламский институт с 30-летним юбилеем и вручил ректору вуза Мухаммад Хаджибатчаеву орден за ослуги перед Уммой. Исмаил Хаджибердиев пожелал плодотворной работы участникам конференции. Это благодаря главе республики мы тоже проводим вот эти вот мероприятия. То, что у нас именно в 93-м году мы образовали исламский институт, уже прошло 30 лет. Если взять в историческом виде, это абсолютно ничего не значит, но для нас это очень многое значит. То, что было вначале и то, что сейчас, это совсем большая разница. То, что у нас было 17 мечетей, а сейчас почти 170, это уже о чем-то говорит. Представители различных исламских вузов России высоко отмечали работу Карачаево-Черкесского исламского института и желали дальнейшего процветания. Институт отмечает не только юбилейную дату, но еще подводит определенные итоги своей деятельности за эти 30 лет. Было сделано многое, было подготовлено большое количество выпускников, которые сейчас трудятся на разных абсолютно направлениях. И очень отрадно и важно, что к этому своему юбилею институт приступил, проводя такое значимое мероприятие, какая-то международная конференция. Представитель мусульманской общины во Франции шейх Сулейман Кристоф Якобс подчеркнул важность сохранения духовных ценностей и отметил, что жителям Европы и России необходимо тесно общаться и проводить подобные мероприятия, чтобы познать друг друга. А шейх из Сирии доктор исламских наук Мухаммад Раджи Абдиб сказал, что Россия является той страной, которая оказывает поддержку и способствует гармонизации межрелигиозных и межконфессиональных отношений между народами мира. Жителям Европы и России необходимо лучше узнать друг друга, так как это позволит нам преодолеть те предрассудки, которые распространены. И мы надеемся, что такие конференции позволят нам консолидироваться и уважать друг друга. И хвала Всевышнему, что есть вечная любовь. Мусульмане, христиане, иудеи и представители других религий должны познать друг друга. Российская Федерация в основном является блюстителем или распространителем добра в тех странах, которые пережили европейскую колонизацию. Россия в основном делает очень много благотворительных дел для этих стран. Ректор Карачаева Черкесского исламского института имени имама Абуханифа Мухаммад Хаджибачаев выразил всем участникам конференции благодарность и отметил, что вуз и дальше будет продолжать развиваться, оставаясь настоящим флагманом религиозного образования. За короткое время мы много чего предуспели. В институте полностью ремонт сделали, снаружи, двор сейчас закончили. Осталось немного уже. Но в дальнейшем, как известно, сейчас уже студенты, уже еле-еле вмещаются внутри института. В дальнейшем, в столах мы планируем расширить институт. И сейчас работаем над тем, чтобы получить государственную аккредитацию. В завершении для всех гостей и участников был организован праздничный обед по случаю празднования 30-летия Исламского института. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян, Вести, Карачаева, Черкесия. В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» члены партии «Единая Россия» вместе с сотрудниками госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». В ходе акции волонтеры и сотрудники ГИБДД обратились к пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения, переходить проезжую часть в разрешенных местах и по пешеходному переходу. Альбина Ламкова подробнее. Обязательно мы должны убедиться, что все три полосы остановились, только потом переходить дорогу. Хорошо? Все. Нужно смотреть, чтобы машин было мало и тогда переходить. И одеваться в заметную форму, чтобы водитель видел тебя на дороге. И нужно не превышать скорость, потому что если человек будет переходить, он не заметит и просто собьет его. Он же не успеет на тормоза нажать. Мероприятие прошло уже в леного пешеходного перехода «Черкеска». Волонтеры партии «Единая Россия» и сотрудники ГИБДД напомнили о необходимости носить на одежде светоотражающие элементы, так как большинство наездов на пешеходов приходится в темное время суток или в условиях плохой видимости. А также обратили внимание пешеходов на опасность использования современных гаджетов во время перехода проезжей части. Невнимательность и спешка водителей порой приводят к печальным последствиям. По данным статистики, на территории республики зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Из них 9 погибло, в том числе один ребенок. 54 ранено и 15 из них детей получаются. Даже если горит зеленый сигнал светофора, необходимо полностью убедиться в безопасности перехода. Правила дорожного движения нужно соблюдать обязательно для безопасности своей жизни, в принципе, для своего здоровья. Неизвестно, может произойти любая ситуация, в которой человек может сильно пострадать. В зоне риска может оказаться каждый, отметил Тимур Дахчуков. Главное пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены. И в дорожно-транспортных происшествиях зачастую получают очень тяжелые травмы, в том числе и несовместимые с жизнью. Еще госсоинспектор обратил внимание, чтобы взрослые личным примером показывали соблюдение правил дорожного движения. Это лучшее средство воспитания ребенка. По данному направлению проводится очень большая работа во всех наших школах по городу Черкесску, во всех дошкольных учреждениях, садах и детсадах. С детьми проводится обязательно профилактическая беседа о том, что обязательно нужно знать, где и как переходить пешеходный переход. Также хотелось бы обратить к родителям, вели беседу с детьми о том, что они должны не нарушать правила дорожного движения, а переходить в определенном месте, где у нас есть пешеходные переходы. Безопасность на дороге зависит как от пешеходов, так и от водителей. Особую бдительность следует проявлять по отношению к детям и пожилым участникам дорожного движения, которые часто неверно оценивают дорожную ситуацию и не могут быстро и правильно среагировать на происходящее в проезжей части. Быть предельно внимательным при проезде перекрестков и пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, исключив рискованные маневры. У нас проходят оперативно-проходительные мероприятия, пешеход. Хотелось бы, конечно, центрировать внимание вам, как водителю, чтобы вы не нарушали эти правила дорожного движения. Соответственно, к подъезду к пешеходному переходу обязательно сбрасывали скорость. Безину вы поменяли, все хорошо у вас. Все, тем более, на зимний период переходим, надо будет быть аккуратным. Хотелось бы вот такую памятку вам вручить, чтобы вы это почитали обязательно. Здесь опять факты о всех правах дорожного движения, которые конкретно касаются вас, водителей. Хорошо? Инспекторы рассказали об ответственности, которая предусмотрена за административные правонарушения. И призвали всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. А что бы вы пожелали участникам дорожного движения? Аккуратности, ценить свое здоровье и чужих тоже. Самое главное – аккуратность и внимание ко всему. Альбин Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На базе Кочего имени Умара Алиева прошла донорская акция, проводимая студенческим волонтерским клубом «Добро Кочего» и Центром Крови Северокавказского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России города Лермонтово. В этом благородном деле приняли участие студенты вуза и жители Карачаевска. Подробнее Альхан Лепшоков. С самого утра во дворе университета стоят белые фуры, где каждый желающий может сдать кровь и тем самым совершить доброе дело. Эта донорская акция является благотворительной, так как вырученные от сдачи крови средства студенты и сотрудники Кочего передадут в пункт сбора гуманитарной помощи для Палестины в Карачаевске. Сотрудники станции переливания крови подробно инструктировали всех и отвечали на вопросы, благодаря чему каждый участник чувствовал себя уверенно и защищенно. Исполняющий обязанности ректора Кочего Таусултан Узденов подчеркнул важность в участии в этой благородной инициативе. Это у нас не первая акция, мы проводим ежегодно такие акции, но значимость этой акции в том, что все вырученные средства по призыву главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисбевича, тем резово, будут сданы в центр помощи жертвам Палестины. И я надеюсь, что та осознанность, с которой подходит к этому делу наши студенты, преподаватели, это поможет развить наших, особенно у нашей молодежи, чувство сопричастности, сочувствия. Участие в этой акции является гражданским долгом для каждого жителя Карачаевска и отрадно видеть, как многие люди приходят на станцию переливания крови, отмечает представитель администрации мэрии Карачаевска. Карачаевский начал и продолжает свою работу по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисовича Тимрезова в центр помощи жителям Палестины. На сегодняшний день мы уже собрали и денежные средства, собрали определенное количество и продукты. Сейчас мы находимся на территории Карачаево-Черкесского государства университета имени Алиева, где проходит акция по сдаче донорской крови и все деньги, собранные на этой акции, также будут направлены в наш центр для помощи жителям Палестины. Мы с радостью принимаем участие в этой донорской акции, так как мы верим, что наше участие позволит внести свой вклад в развитие культуры донорства и в помощи нуждающимся, уверяют студенты. Важность в том, чтобы помогать окружающим, еще новый опыт, новые знакомства и выглядит как путь, начало чего-то нового, начало чего-то хорошего и светлого. По завершению сдачи крови участники могли отдохнуть и насладиться сладостями и ароматным чаем из этого огромного самовара. Алихан Эпшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Спорт, полиция, дети. В Карачаево-Черкесии прошла спартакиада. Спортивно-массовое мероприятие от Страж правопорядка нацелено на формирование положительного имиджа сотрудника полиции и пропаганду здорового образа жизни и, конечно, законопослушного поведения в молодежной среде, а также социализации трудных подростков, состоящих на профилактическом учете. Молодежь, участвующая в акции, поприветствовал заместитель министра внутренних дел Карачаева-Черкесии Михаил Дневалов, полковник подчеркнул важность подобных спортивных мероприятий для правильного развития подрастающего поколения. Мероприятие стало настоящим праздником для воспитанников реабилитационного центра «Надежда», а полицейские и члены общественного совета при МВД получили положительные эмоции в просторном спортивном зале социального учреждения. Собрались четыре амбициозные команды воспитанников, возраст которых охватывает широкий диапазон от 9 до 17 лет. На этот раз все они объединили свои усилия, чтобы показать свою спортивную выносливость, непревзойденное мастерство и жажду победы. На этом наш выпуск завершен, а далее смотрите программу «Вести» дежурная часть с Ахматом Халкевичевым. Обзор за месяц. Субтитры создавал DimaTorzok